Факелы горят сегодня на знаменитых растральных колоннах. Это еще один знак, что город помнит о подвиге. Основные мероприятия состоялись в этот день на Пискаревском мемориальном кладбище. Именно тех, кто покоится там, навсегда вписаны в историю обороны. Так или иначе, с этим местом связана судьба многих семей Санкт-Петербурга. Сегодня туда несли цветы и свечи. Участие в церемонии принял и президент из северной столицы. Репортаж Алексея Карипанова. Эти звуки для ленинградцев больше, чем просто монотонный стук метронома. Сигнал воздушной тревоги, словно сердечный ритм, где пауза едва уловимое дыхание. Когда сил нет, но есть желание протянуть хотя бы до вечера, подчеркивает особый ленинградский характер. И мысли не было такого, чтобы сдать город. Это превратиться в рабов и больше ничего. Бабушка с дедушкой все делали ради нас и ушли из этой жизни. В 42-м они были? А мы трое были, и мы остались живы. Таких историй, похожих, но разных, на Пискаревке можно услышать минимум 600 тысяч. Столько жителей блокадного города похоронено здесь. И это лишь по официальным данным. Военный мемориал – братская могила. Для ленинградцев – сакральное место. Каждый день сюда привозили новые жертвы. Морозные, голодные зимы не щадили никого. Только в декабре 41-го умерли 52 тысячи человек. За январь-февраль – не боевые потери, уже 200 тысяч. Я до сих пор не могу оставить ни одного кусочка в тарелке еды. Иногда думаешь, ну зачем так много положили? Тяжело, но я не могу оставить ничего. И крошки хлеба до сих пор вот так и в рот. Это вот, наверное, уже генетически получилось. Президент России Владимир Путин традиционно приносит к монументу «Мать-Родина» Алые Розы. Здесь покоится его старший брат, погибший в блокаду. Цветы российский лидер возлагает и к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Невский пятачок – место сегодня, где тишина пробирает до дрожи. А в Великую Отечественную в масштабах фронта крохотная часть суши, но для освобождения города играло стратегическое значение. На одном берегу Невы советские позиции, на другом неприятель. Почти всю блокаду красноармейцы самоотверженно, не щадя жизни, пытались прорвать кольцо, соединить силы двух фронтов – Волховского и Ленинградского. Здесь сражался и был тяжело ранен Владимир Спиридонович, отец главы государства. В интервью Первому каналу российский лидер сегодня признался – он родился после войны, и осознание всех масштабов трагедии пришло только с возрастом. Что для вас дата сегодняшняя значит? Хорошо известно, что моя семья была в Ленинграде, блокадная мама, отец воевал здесь на фронте. Здесь они ребенка потеряли. Вы знаете, я вот о чем думаю. Я родился в 52-м году, и я не осознавал, несмотря на то, что времени после окончания войны прошло не так много, но в 52-й год, в 45-й, зато 7 лет всего. Но я не осознавал. Для меня война была что-то такое, ну, совсем историческое. Я не чувствовал вот этой ни трагедии, ни связи своей с этим. Родители старались меня беречь от этого. Они редко говорили об этих тяжелых годах. И только позднее, кстати говоря, из средств массовой информации, прежде всего из школы, из фильмов, из кино, начало приходить сознание того, через что прошли люди, которые здесь жили. Какие тяжелые испытания выпали на их долю. Только позднее сам стал осознавать, а что же было, что же переживали матери, когда хоронили своих детей. И что переживали дети, которые сидели рядом с умершими родителями. И вот это такое острое чувство трагедии, оно пришло гораздо позже. О войне и блокаде президент говорил на уникальной интерактивной выставке. Фотографии отца среди других героев битвы за Ленинград. Эта экспозиция словно машина времени переносит зрителей на 75 лет назад. Здесь уникальные образцы советской техники. Многие восстановлены и бережно сохраняются. Все, что здесь, все на ходу и все вырегивает. Есть полевой госпиталь, где оказывали первую помощь раненым. Но, пожалуй, самое впечатляющее – это стены осажденного города буквально в натуральную величину. Темная улица, редкий свет в окнах, словно машина времени. Блокадники узнают себя. Я до сих пор помню вообще очень невкусную. Видно, елк ели, сосна, вот эти хвою. И нам давали вот это пить, заставляли. Но это витамин С. То есть, все делали, чтобы сохранить и защитить нас. Здесь можно пройти по квартире ленинградцев разного статуса – от заводского рабочего до театральной актрисы. Быт восстановлен с такой достоверностью, что, глядя на огромную дыру в полу и стенах, зритель может почувствовать – это чудо, что один из миллионов вражеских снарядов порабил перекрытие, но не взорвался. Город в блокаде, но жизнь здесь не замирает ни на секунду. В Ленинграде работают театры, дом быта и даже фотоателье, куда можно заглянуть и сделать фото на память. Здравствуйте. Такие карточки ленинградцы из осажденного города отправляли на фронт своим родным и близким. Внимание снимаю. Только сегодня этот музей посетили несколько тысяч человек, семьи с детьми. Многие, конечно, не упустили возможность пообщаться с президентом лично. Про задачу сохранять память о героях и жертвах Владимир Путин отметил отдельно. Наш безусловный долг сделать так, чтобы это никогда не забывалось, чтобы люди понимали, через что пришлось пройти нашим бабушкам, дедушкам, отцам, матерям. И вот это острое чувство сопричастности, чтобы оно нас сопровождало и чтобы это было мощным фактором для того, чтобы ничего подобного в будущем не произошло с нашей страной прежде всего. Конечно, надо смотреть в будущее, надо в будущем жить, но забывать про эти трагедии нельзя. Вот с чем связана эта дата для меня. И, знаете, я очень благодарен организаторам этого, этой выставки, музея, за то, что они так достоверно все представили. Это очень здорово. И очень хорошо, что сюда ходит много молодых людей, много детей. Спасибо. Почти 900 дней жизни и смерти. Надежды на сухой кусочек хлеба, что оставлен про запас. На теплую шубу, последнюю, которую пока не выменили. На буржуйку, где дрова не сжигают за раз, растягивая на неделю. Беспримерное мужество, стойкость и характер – то, чего у блокадников не отнять. И сегодня в праздник для них большой концерт в честь юбилея Ленинградской победы. Это 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города. Их страдания, их жертвы ничем не измерить. Да, конечно, жить нужно сегодняшним днём, настоящим и будущим. Но и забыть того, что было в Ленинграде, нельзя. Никогда. Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным измором, целенаправленным, осознанным истреблением сотен тысяч мирных граждан. Весь день в Петербурге сегодня под жёлто-оливковой блокадной ленточкой. Она на груди ленинградцев, петербуржцев. На улицах читают стихи Ольги Бергольц, что давали надежду. Слушают блокадное радио. Неведение ведь угнетает особенно, говорят жители Ленинграда. Вечером город сотрясут 24 залпа артиллерийских орудий. Таких же точно, что возвестили Ленинграда в свободе 75 лет назад. Алексей Крепанов, Сергей Шилов, Дмитрий Витов, Алена Германова и Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург.